Здравствуйте! Уважаемые телезрители, мы продолжаем наш цикл передач, посвященных рассмотрению проблемы общества. Что она собой представляет, какое место занимают ней люди и те средства, с помощью которых они организуют свою жизнь. Сегодня тема несколько и обычная, и необычная. Тема звучит очень широко. Коммунизм как реальность. Коммунизм как социальное явление. Это книга Александра Александровича Зиновьева, за которую он получил единственный человек из русских людей, ученых. Получил международную премию, социологическую премию Алексея Де Токвиля. И по признанию западных теоретиков, ученых, что это единственный научный труд о коммунизме. Эта проблема тем более важна, что многие из наших считают, что коммунизм у нас не был построен. В своей книге Александр Александрович Зиновьев утверждает и доказывает обратное, что у нас был построен реальный коммунизм. Наша передача как раз и посвящена этой проблеме. Но сегодня дни особенные мы переживаем. Поэтому прежде чем начать нашу передачу, в несколько ином составе вместо Павла Губаря присутствует народный депутат Руденко Мирослав Владимирович. А все остальные участники вам хорошо известны. Профессор, доктор философии Дмитрий Евгеньевич Муза и я представитель социологии Бухтеев Николай Иванович. Вот так вот, прежде чем начать нашу передачу, я хотел бы поздравить каждого из нас и всех присутствующих с великим праздником 9 мая. Праздник 9 мая. Это вечная победа. Она в веках будет. Почему? Потому что советский народ остановил великую гидру, великую колоссальную гидру. Это фашизм. И сегодня он поднимает голову. И наша задача противостоять ему всеми нашими силами. И вместе с ним и рядом с ним идет праздник нашей Донецкой Народной Республики 11 мая. Когда мы празднуем референдум, как бы институтализация Донецкой Народной Республики. С праздником вас и всего вам хорошего. Итак, мы начинаем наше обсуждение с постановки вопроса. Что представляет собой коммунизм и его содержание, его структурные звенья. И первое слово мы представляем профессору Музе Дмитрию Евгеньевичу. Пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич. Добрый день, уважаемые телезрители. Спасибо, Николай Иванович. Но я, если позволите, присоединюсь к вашим поздравлениям нашим телезрителям. И хочу напомнить, что Георгиевская ленточка, которая является символом этой великой победы над фашизмом, 71-ю годовщину которого мы будем отмечать, предваряет еще один праздник, который празднуется 6 мая, День Святого Георгия Победоносца. И, в общем-то, эта победа... Непосредственно относящаяся, да. Да, непосредственно относящаяся к Дню Великой Победы, ибо считается, что именно 6 мая 1945 года Красная Армия, в общем-то, одолела, как вы выразились, эту гидру фашистскую и, так сказать, тех приспешников фашизма европейских. И нынешних. Да, и надеемся, что мы тоже сумеем под этим символом священным, так сказать, копьем Георгия Победоносца, этого змея... Побеждать. Да, разить многократно. Да, как наши деды. Если говорить о коммунизме, тем паче, что вот такой контекст сегодня задан, действительно, развитие советской цивилизации, развитие западной цивилизации, эти два эволюционных канала вот сошлись во Второй мировой войне. И результаты соответствующие были продолжения в холодной, теплой войне, в какой-то мере в рамках глобализации. Но мне бы хотелось обратиться к наследию Зиновьева и сказать о том, что Александр Александрович действительно всесторонне исследовал феномен реального коммунизма. И он пытался понять истоки этого мировоззрения, пытался понять, была ли создана на самом деле теория коммунизма. И, наконец, обнаружить тот факт, что и классики во многом, и последователи Маркса и Энгельса в Советском Союзе и в других регионах и странах мира, которые шли по пути Маркса, на самом деле не вполне отдавали себе отчет в следующем. Если есть реальный объект, реальный коммунистический строй, – Это один момент. – Момент, да. – Да. Но мы вслед за Зиновьевым должны различать, собственно, и как это есть в социологической науке мировой, первый этап развития коммунизма – это социализм, который продуцирует лозунг и реализует лозунг от каждого по труду, каждому по способностям. – Он был реализован? – Да. – А вот второй этап – это уже, собственно, коммунистическое общество, или, как Зиновьев называл, сверхобщество, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот этот объект, он не был, по сути дела, он был прочерчен, обозначен, формализован языком социологии, политэкономии, если хотите, философии политики и права и так далее, но этого объекта не было. И это создает противоречие. То есть он был зафиксирован как идеологический феномен, как некий образ реального, нереального, а желаемого будущего. – Дмитрий Евгеньевич, подождите, чуть минуточку. Зиновьев утверждает несколько иное. Стоп. Когда он говорит о коммунизме, он говорит, что, во-первых, деление социализма-коммунизм – это он вообще не принимает, поскольку это идеологический подход, он считает, и совершенно правильно. Вот это игра слов, не более того. А что касается второго лозунга «Каждому по потребностям», он говорит, и этот лозунг был реализован в советском коммунизме. Почему? – Но с известными издержками. – Я не спорю, конечно, это однозначно, но факт остается фактом. – Какие потребности общество признает? – Да. – Так сказать, ну, по потребностям. Почему? Потому что, а если брать в этом плане, то в советском коммунизме все это было реализовано. Это взгляд философа. Правильно мы с вами? С чем-то мы можем сходиться, с чем-то не сходиться. Разность – это естественно. Что нам скажет политика, молодой политик? Пожалуйста, Ярослав. Я присоединяюсь к поздравлениям моих коллег, поздравления с нашими ключевыми датами. 9 мая, 11 мая 2014 года. Дело в том, что, мне кажется, и вот этих дат без той темы, которую мы сейчас рассматриваем, не было бы. То есть, исторически мы связаны. Исторически связаны. Но что касается идеологического реального коммунизма, конечно, вот так глубоко, как рассматривал этот вопрос Александр Александрович Зиновьев в целом ряде своих работ, трудно, скажем так, более глубокий анализ найти. По крайней мере, для меня лично было открытием то, что, скажем так, претендуя на научное учение, Маркс, по сути, создал идеологическое. И вот в дальнейшем Советском Союзе, когда использовали, скажем так, на практике научный коммунизм, они пытались это трактовать как некую науку, идеологию. Я хочу уточнить. Манифест Коммунистической партии. Одно из классических работ, которые говорят об идеологическом коммунизме. Пожалуйста, продолжайте. Что касается с точки зрения политики, мне кажется, что очень важно изучать опыт того периода. То есть, это колоссальные 70 лет, которые были наполнены огромными, скажем так, свершениями, огромной мобилизацией всех людских сил, всех ресурсов. За короткий промежуток времени. То есть, если посмотреть то, что с 1991 года, как Владимир Владимирович Путин отметил, величайшая катастрофа современности, распад советского государства, геополитическая катастрофа. За эти 25 лет, что произошло? И что произошло тогда, после окончания Гражданской войны, после 20-го, где-то 22-го, 21-го года и до 41-го? Да, вот следующее, большого испытания. То есть, мы видим, как смогло организовать общество коммунистическая партия, верхушка, со всеми плюсами, минусами, но тем не менее. То есть, это мощный такой мобилизационный проект, который был реализован, который достиг колоссальных результатов и выдержал испытания войной, самые страшные испытания. В нем что-то было такое, которое сплачивало массу и организовывало их на великие исторические совершения. Я не побоюсь, это в факт. Мне кажется, даже современный политик, он должен очень внимательно относиться к этому опыту, изучать, как бы он не относился к идеологии коммунизма, но изучать этот опыт и отмечать те положительные моменты, которые были там и превалировали, кстати, в общем-то. Владимир Владимирович, вы очень точно подмечали такую специфику. Вот Андропов, известный политик советского периода, он подчеркнул, что мы прожили в этом обществе, но мы его совершенно не знали. И, кстати, сказать, уважаемые телезрители, наша задача, наша задача, вот одна из задач нашей передачи, поделиться теми знаниями, теми раскладками теоретическими, которые имеются у Александра Александровича Зиновьева в логической социологии, для понимания этого общества в той среде, в которой мы с вами живем. Итак, мы обозначили. Значит, существует что? Коммунизм реальный, который был построен в Советском Союзе, есть коммунизм что? Идеологический. Их смешивать никак нельзя. Дмитрий Евгеньевич, я к вам обращаюсь. Скажите, пожалуйста, а вот в характеристике коммунизма, что вы могли отметить их такие наиболее характерные черты и специфику этого общественного строя? Специфика этого строя, этого социального феномена, глобального масштаба, по сути дела, да, это, конечно же, идея об обществлении частной собственности, ибо переход через социальную революцию, он призван решить эту проблему. Чтобы собственность служила всему обществу. Во-вторых, это, конечно же, попытка отменить классовую дифференциацию, которая была на предыдущем этапе истории, и которая делила общество, так сказать, на класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. Третий момент, это, конечно же, выработка, как вы верно заметили, определенного класса потребностей и ценностей, я бы сказал, способных мотивировать людей строить справедливое, совершенное общество. Пожалуй, вот эти... Это основные. Да. Ну вот и этот лозунг коммунизма, о котором я сказал, да, есть здесь интрига и противоречие определенные от каждого по способностям, каждому по потребностям. Как вообще соизмерить эти две величины, это фундаментальная проблема. Я с вами согласен. Почему? Потому что труд балерины – это одно, а труд столевара, шахтера – это несколько что. Другое – это соизмерить. Хорошо, спасибо. А что скажет молодой политик? Поскольку вот мы-то с Дмитрием Евгеньевичем как-то, скажем, я сам вырос полностью коммунизм в рамках коммунистического общества. Вот да, в этом плане. Немножко ее затронул и Дмитрий Евгеньевич, а вы пока что нет. Пожалуйста, вот как вы, как вам смотрится сквозь призму истории это общество? На самом деле я немножко тоже затронул детство. В период детства, там... Мирослав Владимирович, кстати, ходил, наверное, в садик, и в школу, которые были созданы в советскую эпоху. Так ходят до сих пор, кстати, в эти садики, пока Украина не начала радами разрушать. В принципе, те же школы, те же садики. Вот обратите внимание, тоже очень важная деталь. На что вы обратили внимание, Дмитрий Евгеньевич. Я прошу вот тоже обратить внимание наших телезрителей. Сколько лет прошло после развала Советского Союза, да, и до сих пор живет за счет того, что сделано в Советском Союзе. В Советском Союзе. Как бы, что бы ни говорили. Возьмите заводы, фабрики, развитие сельского хозяйства, промышленность, всю нашу... Космонавтику. Весь образ, да, всю космонавтику и так далее. Педагогика. Все то, что было создано в Советском Союзе. Пожалуйста, ваше видение. Вот мое, наверное, видение из некоторых воспоминаний детства, скажем так. Я помню, это общество, которое достаточно развивается, стремится вперед. Есть определенная идеология. Я помню, как праздники отмечались. Хотя это было на излете, и может быть, был какой-то формализм. Но, как бы, ребенку это было незаметно. То есть, вот какая-то такая солидарность, сплоченность, единение, дружба, открытость. Опять-таки, радость и доступность отдыха, например, где-то там на морях или на реках. Демократичность. Демократичность. Медицина. Я просто бабушка медицинский работник, поэтому я тоже наблюдал этот период. Школа, ну, школа уже, помню, даже октябрятский значок был еще, тут я застал. Пионерий уже нет, но октябрятские значки... Да, и потом, вот, 90-е годы, это вот какой-то хаос, конечно, вот какой-то хаос, какой-то деградация всего и вся, безденежье, вот какое-то все серое, все какое-то западное идет, тут это фильмы, пропаганды, ну, то есть, понятно, боевики, то, что интересно, да, там, ну, всем поголовно тогда было. Вот, в то же время, кстати, вот помню, с садика читали нам сказки, русские сказки о богатырях, Бородино Лермонтова, вот, часто читали, потом такое интересное произведение, как «Мальчишки-бальчиш» Гайдаром, да, и вот, мне кажется, это воспитывало поколение, и вот определенные черты создавало целого поколения, и во многом то, что именно поколение 30-летних приняло активнейшее участие в «Русской весне», это, скажем так, вот тут запал Советского Союза, наизменность, он позволил отстоять здесь. И очень важно, спасибо, очень важно, что вот этот дух, возвышающий нас дух, возвышающий нас дух, чтобы он сохранился вот у нас в строительстве нового общества в Донецкой Народной Республике. Сохранить, придать новый импульс. Да, импульс в этом плане, и внести дальше, вот, есть такое выражение, это выражение идет еще от коммунистов, «из искры возгорится пламя», да, и просвещенный народ, и так далее. Николай Иванович, ну, если можно, я еще буквально... Да, конечно, пожалуйста, естественно. Все-таки в соответствии с Александром Александровичем Зиновьевым... На что вы обратили внимание, вот, знакомясь с его работой. Да, органическая черта, да, вот, в принципе, из моих слов отмечается та же, это органическая черта, организация, да, способность порождать новое, организовать общество, то есть, в принципе, даже вот на излете в кризисное время это было заметно. Потом, скажем так, сверху, то есть сверху организовано общество, но, в принципе, организация сверху, она характерна, наверное, для восточнославянского и русского общества. То есть сильный правитель, сильная власть, сильная властная вертикаль. Я, кстати, читал некоторые работы, которые говорят, что в том числе это и природа обусловлена, потому что, ну, когда такой короткий посевной период, надо собрать урожай, когда там мороз может раньше наступить, мобилизоваться надо. Да, это да. Все силы бросаются на это. И если даже, вот, например, сельскохозяйственной работы, об этом, я думаю, телезрители об этом тоже знают, люди даже в село не возвращаются. Скажем, идет сенокоз, они там что, и ночуют, так сказать, и так далее. Я уже не говорю, а посевная когда идет, и так далее, и так далее. Вот нечто напоминает, и вы здесь правильно заметили, дело в том, что вот наши русские, славяне в целом, да, они, у них очень слабая самоорганизация, очень слабая самоорганизация. И им необходима сила внешняя, которая могла их сплотить, организовать, так сказать, и направить в необходимое русло. И вот в этом плане коммунизм был как нельзя подходящий для организации российского населения, потом уже Советского Союза, как в единое целое. Кстати сказать, зародившись в Западной Европе, коммунизм нашел благодатную почву именно в нашей среде, в российской почве. Благодаря коллективизму, врожденному. Да, врожденному коллективизму, да. Кстати, это отмечал еще Бердяев в Истоках, и смысл русского коммунизма. Да, русского коммунизма. Вот мы прошлись по внешней конве советского коммунизма, вот этот момент мы обозначили, а что посмотрим внутреннее строение коммунистического общества? Коммунизм, как и любое общество, имеет клеточное строение, клеточное строение. И, естественно, каждая клеточка имеет свои аспекты. Какие бы вы отметили аспекты в коммунистической клеточке? Клеточное строение коммунистического общества. Ну, у Александра Александровича есть несколько схем, несколько таких любопытных, развернутых рассуждений на эту тему. Коммунальная клеточка, деловая клеточка. Это виды клеточек. Да. И если хотите, бытовая клеточка. Да. Это и домино во дворе. Да. Или шахматы. Совершенно верно. Или девушки в лото играли. Ну, это замечательно. То же дело. Все это было. Как деталь. Все это было. Да. Но если мы говорим о макроуровне, конечно же, это система власти. Это управленческая система. Это экономика. Это идеосфера. Те, так сказать, сферы, которые мы затрагивали. Но мне бы хотелось обратить внимание вот на что. Значит, связь между властью, которую организуют коммунистические и Человейники, значит, идет через партийную работу. Это специфика. Да. Партия, руководящая и направляющая сила. И пронизывает весь социум до самых низов. На стройках. Да. Но вместе с тем есть и обратный процесс. Рекрутирование наиболее выдающихся членов Человейника и в систему управления, и в систему власти. Ну, во все. Во все степени. Социальный, вертикальный, так сказать, мобильность. Если вы были активным, нормальным, добросовестным работником. Исполнительным. Да, исполнительным. То вам, так сказать, карьера была обеспечена. Зеленая улица открывалась. Зеленая улица. И здесь, кстати, сказать, вот об этом Мирослав Владимирович упомянул. Ну, вот начиная с октября, да, была четко организованная ступень пионеры, комсомол, партия. С тем, чтобы человек, вот вступающий нового поколения, он мог вовлекаться во все аспекты социальной жизни. Во все аспекты. Причем проверяли его на деле. Не просто вот ла-ла-ла-ла, как говорят сейчас очень часто, а в деле проверить человека, на что он способен или не способен. Это абсолютно верно. Да. В пионерском лагере, например. Совершенно верно. Значит, либо футбольная команда, либо там, так сказать, горнисты-барабанщики. Дмитрий Евгеньевич. Или барабанщицы. Я вам даже напомню. Пацаны, вот пацаны, вот маленькие пацаны, они же бегали по дворцу пионеров из одного кружка в другой. Николай Ильич, так вот я хотел сказать. И причем бесплатно. И в пионерском лагере строили микрокосмические корабли. Совершенно верно. Кружок юных техников. Да, да. Юных техников был. И все это, обратите внимание, бесплатно. Без сомнений. И сейчас, скажем, в пионерский лагерь семья могла спокойно двоих детей отправить на все лето, не особо заботить о финансах. Ну, практически, профсоюз оплачивал весь объем этих. А сейчас попробуйте на 21 день отправить ребенка в пионерский лагерь или по-другому, дом отдыха, детский отдых и так далее. Во сколько тысяч вам это обойдется? Это очень серьезный момент. Пожалуйста, вы что нам скажете в этом плане, в плане клеточного строения коммунизма? Должен ответить, что целый ряд этих клеточек организации общества реального коммунизма, они сохранялись. Наверное, уже как пережиточное явление и при Украине в 90-е годы. То есть, существовали профсоюзы, они потеряли, правда, ту былую мощь, но определенный вес. Названия остались. Названия и, в принципе, возможности какие-то организации путевок. Отдельные аспекты были тут. Образование, опять-таки, я еще успел получить высшее образование бесплатно. Есть бюджетный заказ. То есть, это тоже сохранялось. Сильная сторона. Скажем так. Здравоохранение. Здравоохранение до определенной степени сохранялось. Но, мне кажется, сильно коммунальный аспект деградировал в этом отношении. То есть, общение. Вот эти какие-то общения, неформальное общение. Слишком ушел в ту сферу, которая более западницкого типа, как гражданское общество. Которое так и не было реализовано. Вернее, реализовался на Майдане в Киеве и совсем в другом ключе, как получилось. Что касается, кстати, очень многие аспекты той социальной организации существуют сейчас у нас в Донецкой Народной Республике. Можно отметить, кстати, и в прошлом году с помощью Российской Федерации, конечно, гуманитарной помощи. Но отправлялись дети из малобеспеченных семей, дети из семей, потеряли родителей. Мы это понимаем прекрасно, потому что здесь у нас особые условия, а не коммунизм. Опять-таки, да, здесь особые условия. Ряд черт мы как бы наследуем. И есть, скажем так, надежда на то, что этот вектор будет усилен в будущем. Благодаря нашей ответственной позиции, работе над этим, будем стараться, скажем так, усиливать это направление. Вот, Мирослав Владимирович, спасибо, что вы отметили. Почему? Потому что вот этот социальный аспект, о котором вы также говорили, Дмитрий Евгеньевич, он укрепляет, он умножает могущество этого общества. И государства. Доверие. Да, почему? Потому что люди с доверием относятся к власти. Они понимают, что власть работает не только на себя, но она работает на простого гражданина, на основную массу населения, на основную массу населения. Я хотел бы добавить вот какой-то аспект, соглашаясь со всем, что вы сказали. Вот клеточки в основном были все-таки не деловые больше, а все-таки были коммунальные клеточки. И коммунальная клеточка там был, вы правильно сказали, бытовой аспект, деловой аспект и коммунальный. Коммунальный был впереди. Коммунальный – это порядок. То есть какова организация дела, людей. И причем клеточка, если на Западе клеточка там чисто функциональная, вот ты работник и все. А клеточка, через клеточку, коммунистическую клеточку человек получал все от жизни. И работу, и все благо, и квартиру, и возможность путевку, ну и так далее, и так далее, и так далее. И многие семьи, скажем, объездили, сумели объездить в Советский Союз с детьми, между прочим. Ну, основные центры, значит, особо не тратясь. Почему? Потому что профсоюзные организации, они действительно помогали приобрести эту путевку, чтобы люди могли, родители вместе с детьми, отдохнуть. Вот этот очень важный аспект. И, конечно же, бытовой. Во всяком случае, праздники, радости, печали, вся организация. Все это разрешалось где? В этой клеточке, будь то шахта, будь то завод, будь то школа, будь то вуз, и так далее, и так далее. Кстати сказать, Мишлав, это для вас секрет. Вот эти традиции, да, скажем, совместного организации, ну какой-то праздник, день рождения. Ничего на Западе этого не происходит. Кстати, у нас они сохранились. Они прошли через советское время и до настоящего времени. Это очень сильная черта советского коммунизма, развитие коллективизма. И власти всячески этот момент поддерживали. Еще очень важный аспект, основные социальные слои коммунистического общества. А можно вопрос вот такой, смотрите, вот вы говорите, на Западе этого нет, да, а вот присутствует такое понятие тимбилдинг, да, вот когда вот тоже... А что это такое? Ну формирование команды, да, с какими-то практическими приземленными целями, но тем не менее, получается, тоже собирают коллектив и как бы либо играют там в пейнтбол, либо жарят шашлыки, либо что-либо еще, да, вот... Это понятно, во всяком случае. Но это ситуативный характер, это локальный характер, не всеобщий. По ситуации, значит, вас интересует кого-то, да, организатора, в качестве функции, не более того. А что вы за человек? Без души это личностное начало, личностное начало. Вы знаете, как компьютер. Вот я вам сейчас расскажу, это очень сильное различие. Вот делались попытки принимать экзамены в ВУЗе, да, через компьютер. Провалилась с треском, с грохотом. Я уже не говорю, что человеческий фактор играет роль, когда экзаменатор беседует со студентом, например, да, или с аспирантом по тем или иным вопросам. Он, так сказать, рассматривает его, как он умеет рассуждать, размышлять эти, так сказать, об этих аспектах. То есть живое общение. И, кстати, президента России Владимира Владимировича Путина спросили, чтобы вы согласились сдавать устный экзамен или ЕГЭ. Что он ответил? Устный экзамен. А знаете почему? Президент Российской Федерации ежегодно проводит трех-четырех-пятичасовый марафон с жителями Российской Федерации. Ну да, это тоже. Откликаются на их заботы, просьбы, проблемы. Правда же? Хорошо. Это есть выражение коммунальности. Хорошо. И вот основные слои. Вернемся к тому вопросу, который мы затронули. Основные слои. Какие основные слои в обществе коммунистического типа было? Пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич. Ну, естественно, это властный слой. То есть высшие слои. Высшие слои. Да, высшие слои власти. Номенклатура, если хотите. Прежде всего, как сердцевина. И, кстати говоря, Александр Александрович там о номенклатуре очень жестко пишет, невзирая на Васленского. С особым пристрастием. С особым пристрастием. Второй момент – это управленцы. Не, но они примыкают. Да, они примыкают, но они могут быть разбросаны на, так сказать, локальных всевозможных территориях, региональных, республиканских и так далее. Ну, высшие слои власти и управления. На своей территории. Но здесь есть вот такая очень важная дихотомия, разделение на двое, да, дихотомия. Мы поясняем термин. Да, конечно. Когда есть власть, которая представлена в двух ипостасях. Это советы, районные, городские. Ну, снизу до верху. Да, и партия. Понятно, что когда зарождалась советская социальная конструкция, они шли рука об руку и в каком-то смысле дополняли друг друга. Но потом произошел процесс деформации. Кстати, Зиновьев на это обращает внимание. Когда партийные органы практически покрыли своим влиянием, своими функциями, так сказать, да, вот власть советов, скажем так. Далее, это, конечно же, класс рабочих и крестьян. Ну и, скажем... То есть, низшие слои. Да, и, скажем, есть класс неких маргиналов, асоциальных элементов, о которых мы говорили. И Зиновьев приводил пример о том, что около 20% в коммунистическом человейнике по тем или иным причинам не хотят участвовать в этой социальной клетке. А у нас наоборот. Но у нас, я надеюсь, что как раз мы в нужном, так сказать, направлении. Произошло до войны. Я имею в виду, что на постсоветском пространстве, да, в Ельцинскую эпоху, Украина самостоятельная, да, социализированных индивидов 20%, а людей, которые живут, так сказать, опираясь на свое «я», лично строя свое счастье и так далее, невзирая на окружающий мир, на власть, на правила игры, на мораль и так далее, таких 80%. И самое, пожалуй, важное, что вот эта комбинация, она создает особое напряжение в социальных отношениях. Почему? Потому что вот здесь я вернусь к принципу коммунизма. Минимальный уровень потребностей советскому человеку был дан. Но если у тебя есть желание не просто заработать, не просто проявить себя, а чтобы эта страна все-таки, да, шла вперед и опережала тот же Запад, я думаю, что и та же партноменклатура, и управленцы, и так далее, могли, опять же, вернуться к этой идее, делегировать этого человека. Но это отдельный разговор, поскольку здесь вы затрагиваете, главным образом возвращаясь к той теме, которую мы затрагивали, вопросу управления. А здесь я беру все-таки социальные, так сказать, аспекты, как делилось общество. Коммунизм не ликвидировал неравенство, оно было, и вот по этим слоям. Вы отметили высшие слои и отметили низшие слои. Еще какие слои хотели бы? Вы что-то хотели добавить, Мирослав? Промежуточные слои, это ученые, художники. Это несколько другое. Ну, наверное... Если хотите, давайте... Да, давайте перейдем к следующим, да? Тогда я хочу продолжить вашу мучу, Дмитрий Ильич, да, уточните. Три основных слоя в коммунизме, это вот, значит, слой высшие слои, это власть и управленцы каждой своей территории, начиная с сельского совета и кончая верховной властью Советского Союза. Вот это высший слой. Совет Союза, Совет Парсиональности. Да, и все остальное, и советы, и партийные, и так далее. Второе, это средний слой, средний слой. Это журналисты, это преподаватели высших учебных заведений, директора средних предприятий. Да, инженеры, и так далее, и тому подобное. Это самая грамотная часть общества, самая активная, но она является опорой коммунистического режима, с одной стороны. А с другой стороны, именно в этой сфере возникало диссидентские движения. Фронда, да? Да, фронда, совершенно правильно. Это фронда, и она сыграла определенную, не такую огромную роль, как они и сами себя возвеличивают, но определенную роль она сыграла в развале советского коммунизма. Мы чуть позже об этом скажем. И, наконец, следующий слой, это низшие слои, это все работники физического труда и неквалифицированного умственного труда. Это самый большой слой, самый большой, серьезный слой по количеству, но его слабость в том, что он не организован. Первых два слоя, высший слой и средний слой, он как-то был организован, и в этом его сила. И я хотел бы вот этот момент ответить, что здесь, Дмитрий Евгеньевич, и вы отмечали этот момент, что именно руководящей, направляющей силой всех этих слоев была Коммунистическая партия Советского Союза. Кстати сказать, она сумела организовать не только советское общество, но и весь тот советский коммунистический блок, который образовался после Великой Отечественной войны. И следующий шаг мы делаем в нашем рассуждении, это эффективность коммунизма, его сущность, и последнее, на чем мы хотим рассказать, какой-то штрих провести, почему развалился советский коммунизм. Это социальная система. Пожалуйста, начнем не с последнего, а вот значит... Дело в том, что вот вы упомянули о диссидентстве. Александр Александрович, я хочу вернуться к эпохам, которые прожил коммунистический человек, советский проект, так сказать, как он шел. Это эпоха сталинизма, это эпоха Хрущева, это эпоха Брежнева, которая называется чаще всего застоем. Ну и Андропов-Черненко, и Горбачевизм. Так вот, зарождение отрицания коммунизма началось именно в верхах. 20-й съезд... Это фактор предательства, о котором писал и говорил Александр Денин. И диссидентство возникает на волне десталинизации, поднимая, так сказать, и дистяги и прочее, прочее. Под его, да. Совершенно про импульс. Остатки вот этого сталинского метода или культуры, если хотите, управления советским человеником, были еще прибрежневы. Ну и окончательно их придает забвению Горбачев, заявивший не просто о либерализации и коммунальных отношений, и введение, так сказать, делового аспекта, да, но и который открывает шлюзы и говорит, давайте будем двигаться к еврокоммунизму. Хорошо. Это чисто теоретическая часть. Что вы можете сказать в этой сфере? Вот коммунизм, его эффективность и почему он... Николай Владимирович, я с вашего разрешения вернусь на несколько... Шагу, пожалуйста, да. Потому что вот как раз коротко пройдем по основным сферам, да, и как раз в разрезе эффективности коммунизма. Мне кажется, что очень важно вот опыт разделения, опыт формирования вот этих властных структур, сферы управления, сферы государственности, власти управления. Организации, да. Организации власти, да, экономика и идеология. То есть поскольку нам, вот я говорю нам, большому русскому миру еще предстоит ответить на вызов западной цивилизации, который брошен нам давно, да, вот в 1991 году они думали, что уже торжествовали полную победу, но сейчас... Последовали следующие вызовы. Да, вызовы... Перманентные вызовы. Борьба продолжается, скажем так. Мы не сошли с дистанции, что очень замечательно. Вот наши последние события, русская весна, в том числе, тому подтверждение. Вот, но очень важно вот для победы в этой цивилизационной... Войне. Войне, да, гонки, соревнования, я хотел мягче сказать. Очень важно, скажем так, изучить тот опыт Советского Союза, как его сильные, так и слабые стороны, да, вот иерархичность, организация власти, то есть вот все плановая экономика, идеология. Вот это работало долгое время, как часы, как отточенный механизм. И однако вот какая-то чревоточка, надо закраться, и сверху, с верхушки пошло вот это разложение, которое в итоге в 91-м году все удивились, да, Запад удивился, как быстро исчез Восточный блок, да, как быстро Советский Союз распался и был убит, уничтожен, да, по словам Александра Александрович Зиновьева. Вот, конечно, тут несколько моментов, то есть, во-первых, надо создать, я не говорю повторить эту подобную организацию, это невозможно, в принципе, это невозможно, но используя этот опыт, создать не менее, скажем так, структурированную, дееспособную организацию, да, общественную, государственную, то есть соответствующая идеология, опять-таки, нужна для этого, да, ну, Александр Александрович отмечал, что это идеология партии будущего, условно называют, партия будущего, то есть ее надо создавать, основываясь на приятном действии в обществе. То есть вы хотите сказать, спасибо, вы хотите сказать, что перед нами стоит очень много проблем с учетом того, что было сделано в Советском Союзе, я правильно вас понял? Да, вот еще, кстати, положительный момент, то, как удавалось сдерживать общественное неравенство, вот этот положительный процесс, да, вот как-то это тоже надо применять, применять необходимо, да, я с вами согласен, принцип был очень, так сказать, очевидный принцип, и он был занесен в Конституцию, что каждый человек должен иметь работу, и если человек, да, не только право, но и обязанность, вот этот очень важный момент, понимаете, ситуация такая, почему, потому что в обществе очень сильны ежедневенческие настроения, и многие сейчас вот сняли эту норму Конституции в этом плане, и люди ни черта не работают, но хотят получать максимум от общества, это чрезвычайно тормозит развитие социальной системы, любой социальной системы, вот и в этом отношении, в этом отношении коммунизм как раз организационно, конституционно поддерживал, чтобы каждый человек, значит, был вовлечен, да, и был вовлечен в трудовую деятельность, и здесь Дмитрий Евгеньевич, значит, затронул этот момент, значит, и Александр Александрович об этом говорил, что 80% населения, именно работоспособного населения Советского Союза были заняты работой, и только 20% так называемого нецелесообразного населения, которое, ну, за счет общества жило, сейчас эта формула перевернулась, и это сильно отягощает строительство нового общества. А вот можно пару слов буквально по поводу недавнего исторического опыта при Украине, если пару, да, вот смотрите, то есть, как это все перевернулось, были выгодополучатели определенные, да, олигархические кланы, которые пользовались вот как бы ситуацией, и по сути, вот как бы им это оставление общества было лишним, они срезали социальные обязательства, которые были со времен Советского Союза, да, и обогащаясь, подошли к пропасти, на самом деле, поставили страну перед, в кризисную службу, не только поставили, сбросили ее, сбросили ее, да, до конца играли, то есть, тут украинский нацизм, в данном случае, он играл роль, скажем так, вспомогательного, ускорителя, да, основные решения принимали эти эллигархические кланы, которые, скажем так, это просто как пешка, вот, там, тягни бок вовремя, там, правый сектор. Но это только одна сторона, Мирослав Владимирович. Тут вот, когда мы говорим о поражении коммунизма на исторической арене вместе с, значит, против Запада, то Александр Александрович что говорит? Что не какая-то одна причина, одна причина, он, да, комплекс целых причин. И вообще, вот, коммунизм был на взлете, молодой, исторически молодой социальный организм. И он говорит, его просто убили внешние силы, внешние силы. И, как вы правильно сказали, они подточили основополагающие столпы этой организации, начав вот с верхушки. Значит, прежде всего ударили по коммунистической партии Советского Союза. Вот этот момент. А второй момент он отмечает, что идеология марксизма-линизма перестала соответствовать вот той задачи, той реальности в этом плане. И идеалы коммунизма стали тускнеть, гаснуть. И все это сработало на развал советского коммунизма. И он развалился не изнутри, а прежде всего под давлением внешних сил. Да. И вот этот момент, мы говорим об этих фронтах, да, интеллектуальный фронт, интеллектуальный фронт. Ведь многие годы, многие годы, Запад, исследователи западные, они изучали Советский Союз. Зачем? Чтобы найти в нем слабые места и чтобы с ним ударить. Есть образное выражение у Зиновия «иголкой убить слона». Вот нечто произошло и так. Поэтому мы должны извлечь уроки из того поражения, которое были, проанализировать и понимать те задачи, которые стоят перед нами в строительстве нового общества в Донецкой Народной Республике. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Последняя ремарка. Метили в коммунизм, а попали в Россию. Да, это фраза Александра Александровича. Я думаю, что целесообразно в следующий раз как раз перейти к тому, как Запад рушил. Ну, мы можем все это сказать, что Запад, да. И политику, да, не слово. В этом плане, да. Конечно. В рамках нашего общественного движения «Свободный Донбасс» разрабатывается идеологическая концепция, в том числе с опорой на труды Александра Александровича Зиновьева. И одной из основоплановочных моментов этой концепции является, скажем так, теория солидарного социализма. То есть, во многом мы берем те положения, что необходимо более справедливое общественное устройство. То есть, и в этом отношении мы в том числе изучаем могут советского коммунизма. Ну, это замечательно. Я думаю, что Земной вас никогда не подведет. Им надо пожелать удачи в этом отношении. Еще раз спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok